Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Вопрос, что обсуждать. Как вы знаете, мы в Турции, в Стамбуле долго вели переговоры. И результатом этих переговоров стал документ, который был парафирован главой украинской делегации. Он поставил там свою подпись. Он в наличии, имеется этот документ. Это проект договора. И выжимка из него, повторю ещё раз, парафирована главой переговорной делегации. Но если Украина поставила там свою подпись, значит, там всё устраивало, в основном случае какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку. Поэтому мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу. Значит, есть инициатива Китая, Бразилии, на которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования. Объективно, соответствующая группа в Нью-Йорке создана. Мы очень внимательно это смотрим, с уважением и понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами. Потому что мы отдаём себе отчёт в том, что это, конечно, является элементом раздражителем в международных делах, в европейских делах, в экономике и так далее. И мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами. Повторю ещё раз, готовы вернуться, не мы прерывали переговоры. Я хочу напомнить, это же украинская сторона заявила, что всё, дальше переговоры с Россией вести не будет. Первое. Второе. Вышел декрет президента Украины, запрещающий вести с нами переговоры. Декрет-то действует. Пусть для начала отменит хотя бы этот декрет. Ну, это же смешно даже говорить. Все призывают нас к вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила самой себе вести переговоры, на это что, никто не обращает внимания? Это же просто смешно. Но самое главное – база. База – это проект документа, выработанного в ходе стамбульского переговорного процесса.